Весной 44-го советские войска, сокрушая вермахт, вступили на территорию Украины. Для Восточной Украины приход Красной Армии был освобождением от немецкой оккупации. Западная Украина, которая вошла в состав Советского Союза только осенью 39-го, встретила восстановление советской власти со смешанными чувствами. Одни были счастливы и встречали советских солдат как спасители. Другие помнили ускоренную коллективизацию перед войной, выселение в Сибирь мнимых кулаков и врагов советской власти. Они взялись за оружие. Развернулась настоящая партизанская война. Западная Украина, то есть Галиция и немцев в 41-м встречала иначе. Различные украинские националистические организации делали ставку на сотрудничество с немцами. Украинцы охотно работали в оккупационной администрации, служили надзирателями в концлагерях и в полиции, охотились за партизанами, участвовали в карательных акциях и, наконец, вступали в добровольческие формирования войск СС. Даже самые видные люди не побрезговали предложить Гитлеру свои услуги и восторгались его успехами. Среди них глава греко-католической униадской церкви Андрей Шептицкий. Из своего дворца митрополит Шептицкий отправил поздравительное письмо фюреру германского рейха Адольфу Гитлеру по случаю взятия немецкими войсками Киева. Украинский народ, писал Шептицкий, видит вас в выдающегося полководство несравненной германской империи и вверяет вашему полководческому и государственному гению свою будущность. Андрей Шептицкий, митрополит Галицкий, архиепископ Львовский, блюститель Киевской митрополии и епископ Каменец-Подольский пользовался на Западной Украине большим уважением. Сын графа Яна Шептицкого, он покинул австрийскую военную службу, перешел в греко-католическую, то есть униадскую церковь и принял монашество с именем Андрей. Греко-католическая церковь воспринималась как оплот национального духа, как форпост в борьбе против ополячивания. В директиве Наркомата госбезопасности Украины отмечалось, митрополит Андрей Шептицкий, которого униадское духовенство в связи с его интернированием царским правительством в период империалистической войны сделало мучеником за веру, а украинские сепаратисты превратили в национального героя, отца украинского народа, пользуется среди верующих и духовенства всеобъемлющим авторитетом. Во Львове есть улица, названная в честь митрополита Андрея. А я не могу забыть о том, что Шептицкий благословил создание дивизии Галичина. В других эсэсовских дивизиях это запрещалось, а в украинские разрешили иметь священников. Иосиф Слипой даже провел благослужение во время торжественной церемонии формирования дивизии. Архиепископ Иосиф Слипой, изучавший теологию в Ватикане, был ближайшим помощником митрополита Шептицкого и после его смерти возглавил униадскую церковь. На Западной Украине никому не хочется это признавать, но церковь благословила молодых украинцев на службу в войсках СС. Говорят, что был дальний прицел – получить от немцев оружие, чтобы потом против них же его и повернуть. Дескать, дивизия Галичина тайно замышлялась как прообраз национальной украинской армии. Это в лучшем случае наивно. Если бы Гитлер, в том числе с помощью украинских националистов, победил, Украина бы исчезла с политической карты мира. И украинские националисты это знали. Все значительно проще. Они связали свою судьбу с Адольфом Гитлером и продолжали идти вместе с ним. Они надеялись на его победу и хотели выслужиться перед ним. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер мечтал иметь собственную армию. Но вермахт возражал против разрастания войск СС. Армейские генералы не хотели делиться ни призывниками, ни вооружением. Поэтому Гиммлер зазывал в войска СС всех расово-полноценных европейцев. Добровольцам было обещано после окончания войны немецкое гражданство. Но большинство, попав на Восточный фронт, сильно пожалело, что позволило соблазнить себя. После нападения на Советский Союз принялись формировать армянские, грузинские, азербайджанские и прибалтийские легионы СС. За ужином в Ставке Гитлер заметил рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру. «Я скептически отношусь к участию иностранных легионов в военных действиях на Восточном фронте. Никогда не следует забывать, что любой из этих легионеров будет чувствовать себя предателем своего народа». Стремительное наступление Красной армии заставило фюрера изменить свое мнение. К концу войны брали всех, кто был готов сражаться на Восточном фронте. Гитлер по-прежнему не верил, что русские и украинцы хотят воевать на стороне Германии. Но в отчаянной военной ситуации хватался за соломинку. Еще недавно в рейхскомиссариате Украины презрительно говорили. «У нас нет оружия для украинцев. Для вас есть только метла и мотыга». На работы в Германию отправили полтора миллиона украинцев. Они трудились на военных заводах. Но руководителям украинских организаций, которые сотрудничали с немцами, важен был статус союзника в Германии. О создании дивизии «Галичина» первым официально объявил 4 мая 43-го года Владимир Кубеевич, председатель созданного и утвержденного немцами Украинского комитета. В годы немецкой оккупации Кубеевич жил в этом доме. Сейчас здесь мемориальная доска поставлена в честь Кубеевича, видного ученого. Владимир Кубеевич защитил докторскую диссертацию и до войны преподавал географию в Егелонском университете. Обергруппенфюрер СС Ханс Франк, хозяин оккупированной Польши, поставил Кубеевича во главе Украинского центрального комитета. Это была организация, обслуживающая интересы оккупационной администрации. «Немцы завоевали для себя Украину и строят колонию. Но мы от этого имеем преимущество», – говорил Кубеевич. «Немцы уничтожили евреев. Украинцы получили возможность занять видные посты, заниматься ремеслом и торговлей, что создало предпосылки для подготовки кадров, необходимых для будущего украинского государства». 18 июля 43-го года здесь, на площади перед оперным театром, устроили парад в честь дивизии Галичина. Вот здесь, перед самым входом, построили трибуну, украшенную свастикой, и с нее выступали немецкие и украинские чиновники. Желающих вступить в дивизию было множество. Из 80 тысяч отобрали 25. Браковали в основном из-за плохого здоровья и маленького роста. Доброволец войск СС не мог быть ниже 165 сантиметров. Но в конце концов, Рейхсфюрер согласился принимать низеньких рекрутов и примирился с дурным качеством расового материала. В СС не призывали. Это была добровольная служба. Иначе говоря, в войска СС по собственной воле пожелали вступить 80 тысяч украинцев. Важно подчеркнуть «по собственной воле». Конечно, была и молодежь, которая поддалась давлению старших. Но остальные вступили в ряды дивизии СС, потому что ощущали духовное и идеологическое родство с германскими нацистами. Их объединяла общность целей и идеалов. 18 июля 1943 года в городе Львове был организован парад добровольцев дивизии СС Галичина. Проповедь прочитал главный полевой духовник дивизии Василий Лоба. Вы, дорогие братья-вояки, старшины, подстаршины и новобранцы, простили со своими матерями и женами теми украинскими спартанками, которые сжимают боль в грудях, отправляя вас на тяжелую кровавую дорогу. Идите, говорили они вам, туда, куда вас зовет народный долг. Призывом в войска СС занимался обер-группенфюрер Готлаб Бергер, старый член партии. Готлаб Бергер писал своим подчиненным, что униадские священники призывают помогать Гитлеру и немецкому народу. Конечно, их проповеди содержат и опасные выражения, но мы скоро удалим этот зуб. Дивизию СС Галичина бросили в бой в июле 1944. Украинскую дивизию разместили в районе городка Броды. Она должна была прикрыть столицу Галиции от наступавшей Красной Армии. Три недели шли бои, после чего от дивизии почти ничего не осталось. Остатки Галичины перебросили в Словакию, где летом 1944-го с помощью советских и британских парашютистов вспыхнуло антифашистское восстание. Украинские ССовцы сражались вместе с немецкими войсками против восставших. Вот тогда немцам вновь понадобился Степан Бандера. Руководитель организации украинских националистов Степан Андреевич Бандера сидел в концлагере Заксенхаузен с осени 1941 года. Немецким оккупационным властям не понравилось его своеволие и привычка устранять конкурентов. Немцы считали, что на оккупированных территориях они сами решают, кому жить, а кому умереть. Из концлагеря его перевели в гестаповскую тюрьму в Берлине. Его родным пришлось хуже, по обе стороны фронта. Первым за Степана Бандеру ответил его отец. 8 июля 1941-го военный трибунал Киевского особого военного округа рассмотрел дело священника Андрея Михайловича Бандеры. Обвиняемый признал, что является украинским националистом. За помощь подполью ему вынесли смертный приговор без конфискации имущества за отсутствие такового. Трех сестер Степана, Марту, Оксану и Владимиру, чекисты выслали в восточные районы. Рассчитывали через них найти Степана Бандеру. Его брат Богдан, состоявший в ОУН, исчез в 1943 году, где, когда и кем он был убит, выяснить не удалось. Зато известна судьба двух его братьев Василия и Алексы, которые тоже принадлежали к организации украинских националистов. Обоих немцы отправили в концлагерь Освенцем. Там они и погибли в 1942 году. Степан Бандера претензий немцам за убийство братьев не предъявлял. И когда ему предложили возобновить сотрудничество, не отказался. В конце войны о нем вспомнил Альфред Розенберг, министр по делам оккупированных восточных территорий. Отступая под ударами Красной Армии, немцы уже потеряли Украину, но жаждали сотрудничества с украинскими националистами с одной целью – задержать наступление советских войск. 27 сентября 1944 года руководители организации украинских националистов Степана Андреевича Бандеру выпустили. К этому времени он уже был сильно больным человеком. Его обуревала жажда деятельности. Но с немцами он разговаривал осторожно. Понимал, что Германия терпит поражение, поэтому наивно рассчитывать на ее помощь. Обергруппанфюрер Готлоб Бергер, начальник главного административного управления СС, в октябре 1944 года доложил рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру свои впечатления от беседы с Бандерой. Способный, горячий, фанатичный славянин, полезный, но опасный. Договорились, что украинские националисты получат оружие для борьбы против общего врага – Красной Армии. Взамен аудовцы взялись снабжать немцев разведывательной информацией о продвижении советских войск. Взятый в плен офицер Абвера показал на допросе. 27 декабря 1944 года я подготовил группу диверсантов из трех украинских националистов. Степан Бандера лично инструктировал этих агентов и передал через них приказание об активизации подрывной работы в тылу Красной Армии и налаживание регулярной радиосвязи с Абвер-командой 202. Группа была переброшена мною в район Львова и имела при себе для передачи в штаб украинской повстанческой армии миллион рублей, медикаменты, обмундирование, взрывчатые вещества и рацию. Бывший генерал-лейтенант Андрей Андреевич Власов, который перешел на сторону нацистской Германии и которому немцы разрешили сформировать собственную армию для участия в войне на стороне Третьего Рейха, предложил украинцам объединить усилия. Он разговаривал с Бандерой. Степан Бандера наотрез отказался сотрудничать с Власовым, который утверждал, что выступает от имени всех народов СССР. Украинские националисты были против лозунга «Единой и неделимой России». Бандеру беспокоило то, что пока немцы держали его за решеткой, другие украинские лидеры выдвинулись на первые роли. Степан Бандера ненавидел конкурентов и не желал ни с кем входить в Союз. Он желал быть единственным вождем Украины. Он не поддержал создание дивизии Галичина, хотя и не возражал против нее, потому что занимался формированием собственной армии. Немалое число украинцев преданно служили немцам на оккупированной части Польши, потом на захваченной вермахтом Украине. Но когда стало ясно, что немцы не создадут самостоятельное украинское государство, дороги разошлись. Украинские полицейские, солдаты сформированных немцами батальонов, уходили в лес. Им не хотелось умирать за немцев. В лесу было вольготнее. Иногда бандеровцы вместе с советскими партизанами противостояли немцам. Иногда вместе с немцами действовали против партизан. Отношение к немцам было двойственным. Кто-то продолжал им служить, кто-то брал у них оружие, а кто-то видел, что от Германии ждать нечего. Но в иерархии врагов, условно говоря, Германия занимала третье место. На втором были поляки, от которых надо было очистить украинскую территорию. А на первом месте Москва. Вот главный враг, который не дает украинцам создать самостоятельное государство. Мы, украинцы, оказались в тяжелом положении, говорилось в воззвании ОУН. С одной стороны, московско-еврейское нашествие еще дышит своим угаром. С другой, Германия со своей колониальной политикой уже дает себя чувствовать. Политический ум приказывает нам выжидать. Мы не ведем сегодня народ на баррикады. Не идем в бой с новыми хозяевами Украины. Нашим первым врагом является все-таки Москва. Неважно, сегодня она еще красная или завтра будет уже белая. Когда ситуация на фронте изменилась в пользу Красной армии, ОУНовцы решили, отныне все силы на борьбу с русскими. В лесах Волыни и Полеси началось формирование боевых отрядов, из которых сложилась украинская повстанческая армия – УПА. В истории УПА важную роль сыграла национально-религиозная война с польской подпольной армией Краевой, которая разгорелась в 43-м году. Украинская повстанческая армия силой изгоняла поляков с Волыни, которая должна была стать чисто украинской территорией. Потом началась этническая чистка обратного порядка, когда с польской территории изгоняли украинцев. Юго-восточная часть Польши за три года была очищена. Точное число жертв с обеих сторон неизвестно. В Варшаве говорят, что в этой украинско-польской войне погибло примерно 100 тысяч поляков. Причем в Варшаве украинских националистов называют просто бандитами. Но справедливости ради надо сказать, что потом польская армия изгоняла украинцев со своей территории с не меньшей жестокостью. Эта война предала украинской повстанческой армии героический ореол. Она защищала народ от поляков. Командовал УПА Роман Шухевич, псевдоним генерал Харунжи Тарас Чупринка. Золотую звезду героя Украины Роман Шухевич, он же Тарас Чупринка, получил даже раньше Степана Бандеры. Правда, памятник герою поставили не на родине, а в том месте, где его выследили и в перестрелке убили. Роман Шухевич учился на дорожном факультете Львовского политехнического института. Бросил учебу, чтобы заняться подпольной работой. За участие в убийстве министра внутренних дел Польши был арестован. Восемь месяцев до суда провел в концлагере в Березе-Картовской. Два здания у меня за спиной. Это бывший польский концлагерь, который существовал в этом белорусском городке Береза до 18 сентября 1939 года. Причем сажали в этот концлагерь не по приговору суда, а решением полиции. Как бы сейчас сказали, подрывные элементы, то есть врагов польского государства. Этот концлагерь отличался особо жестоким обращением с узниками. Жена на свидании в тюрьме умоляла его оставить политику. «Ничего не могу поделать», – ответил Шухевич. «Идею я люблю сильнее тебя и сына». После оккупации немцами Польши Шухевич перебрался в Краков. Вступил в созданный Абвером легион Нахтигаль. В середине октября 1941-го немцы отправили украинский батальон в Белоруссию для борьбы с партизанами. Ни Шухевичу, ни его единомышленникам не нравилась опасная служба далеко от родных мест. Немцы батальон расформировали. Шухевич ушел в подполье. Отряды украинской повстанческой армии контролировали примерно четверть территории республики. Целые батальоны попадали в засаду и уничтожались. Оуновцам удалось подстеречь командующего Первым украинским фронтом генерала армии Николая Федоровича Ватутина. Он умер в госпитале от ран. Отряды украинской повстанческой армии, действовавшие в советском тылу, отвлекали немалые силы Красной армии от войны с вермахтом. Бандеровцы тем самым затягивали Вторую мировую, давая возможность немцам держать Восточный фронт. Гибли бойцы Красной армии. И пока вермахт держал фронт, внутри Третьего рейха продолжалось уничтожение невинных людей. Вот в чем частности вина бандеровцев. Произошла полная смена ориентиров. Решили искать помощи у Англии и Америки. Поэтому отказались от преследования инородцев, заявили о равноправии всех народов. Антисемитские призывы исключали контакты с Западом. Тем более, что евреи уже были уничтожены. Среди бандеровцев ходили слухи о том, что англичане сформировали им в помощь армию из канадских украинцев, которых сбросят с парашютами. В этом доме 23 октября 1949 года Ауновский боевик убил знаменитого в ту пору писателя Ярослава Голана. Боевика поймали, судили и приговорили к смертной казни. В квартире номер 10, где жил Голан, при советской власти существовал музей. Теперь его нет. В структурах подчиненных Бандере и Шухевичу выделилась хорошо организованная служба безопасности. Эсбистами были те, кто еще до войны прошел через немецкую спецшколу. Это были бесконечно жестокие люди, которые убивали всех, кто подозревался в сотрудничестве с москалями. На совести Бандеры и Шухевича множество убитых людей. Боевики стреляли в учителей, руководителей клубов и врачей. Очень жестоко обращались с односельчанами, которые сотрудничали с советской властью. Не жалели даже детей. И не так просто сказать, кто на западной Украине помогал УПА сознательно. Кто делал это по-соседски, а кто просто был запуган. Откажешь в еде, не путишь переночевать, избистые убьют. Бойцы украинской повстанческой армии уходили в леса, разбивались на небольшие группы и прятались в схронах, или в краивках, как здесь говорят. Схрон – это просто примитивный бункер. Под давлением советских войск формирование украинской повстанческой армии отступили на территорию Польши и Словакии. Или ушли в подполье, чтобы переждать там до начала Третьей мировой, на которую они надеялись. Теперь их национальные мечты должны были реализовать американцы. Отряды разбились на небольшие группы. Схроны держались месяцами, но это была тяжелая жизнь. Без свежего воздуха, без нормальной пищи, в тесноте болели. Болели цингой, туберкулезом, обязательно ревматизмом. Поэтому чекисты проверяли всех, у кого находили ревматизм. Это считалось самым верным признаком того, что человек долгое время скрывался в бункере. Считалось, что отыскать бункер проще зимой, потому что на восходе или на закате можно было увидеть струйку теплого воздуха, который поднимался из вентиляционного отверстия. И туда чекисты заправляли тонкий и длинный шланг и открывали вентиль баллона со спецсредством «Тайфун». Это усыпляющий газ мгновенного действия. Для захвата боевиков использовали спецпрепарат «Нептун-47». Агенты госбезопасности добавляли его в воду или в пищу, после чего человек терял способность двигаться и на два часа погружался в тяжелый сон. А когда просыпался, его охватывала такая жажда, что ради глотка воды он был готов ответить на любой вопрос. Это время считалось лучшим для допроса. За несколько лет движение украинских националистов было фактически подавлено. Помогать бойцам УПА стало страшно. Крестьяне боялись спускать их в дома, кормить, снабжать информацией. А уновцам было совершенно очевидно, что дальнейшее сопротивление бесполезно. Но одни боялись наказания, другие просто привыкли к власти, которая дает оружие. Не хотели возвращаться к нормальной жизни. Когда боевики УПА понимали, что обнаружены и уйти в лес, скорее всего, не удастся, они подрывали себя или стрелялись. Как правило, украинские боевики живыми в плен не сдавались. Чекисты действовали безжалостно. Сомнительные элементы высылали вместе с семьями. Некоторые села, признанные бандитскими, сжигали. Имели место совершенно недопустимые случаи, говорилось в постановлении политбюро ЦК Компартии Украины, от 10 января 1945 года. Когда отдельные бойцы и офицеры органов НКВД и НКГБ, не разобравшись, применяют репрессии. Жгут хаты и убивают без суда отдельных граждан, которые совершенно не причастны к бандитам. Чем дискредитируют себя и органы советской власти. Памятник жертвам коммунистических злодеяний стоит во Львове на улице имени Степана Бандер. Конечно, документы о преступлениях сталинской эпохи многое меняют в наших представлениях о недавней истории, но не отменяют оценки деятельности руководителей Ауновского подполья, который годами приказывали убивать невинных людей. Все эти годы чекисты искали главнокомандующего УПА Романа Шухевича. 3 сентября 1944 года начальник управления НКГБ Львовской области инструктировал райотделы. По агентурным данным в районах Львовской области скрывается Роман Шухевич. Опросите всю проверенную авторитетную агентуру. В случае обнаружения Шухевича с максимальной осторожностью проведите негласную съемку и немедленно сообщите во второй отдел УНКГБ Львовской области. Первая ориентировка по розыску Шухевича датирована 1944 годом. Его искали 6 лет и нашли только 5 марта 1950 года вот в этом доме. Для поимки Шухевича во Львов отправился генерал-лейтенант Павел Судоплатов. 5 марта 1950 года он доложил министру госбезопасности СССР Абакумову. В результате суммы агентурно-оперативных мероприятий и проведенной чекистско-войсковой операции в 8.30 утра в селе Белогорща Брюховического района Львовской области при попытке захвата оказал вооруженное сопротивление и убит известный организатор и главарь бандитско-ауновского подполья Шухевич Роман. На первом этаже в доме был деревенский магазин который служил удобным прикрытием для краивки Романа Шухевича. Связные приходили как бы за продуктами проходили в подсобку и поднимались на второй этаж Шухевича. В этой комнате на втором этаже жил Роман Шухевич. Он поддерживал связь со Степаном Бандерой и с помощью связных продолжал руководить еще действовавшими отрядами Украинской повстанческой армии. Роман Шухевич был предан Бандере исполнял все его указания. Бандера требовал продолжать подпольную войну хотя от украинской повстанческой армии мало что осталось. Но пока его бойцы продолжали умирать Бандера ощущал себя вождем национального движения и представлял интерес для некоторых разведывательных служб. Во второй комнате жила доверенная связная Шухевича Галина Дедык и хозяйка квартиры Анна. А здесь была кухня. Стояла плита, готовили пищу. Приметы Шухевича говорилось в ориентировке. Выше среднего роста, плотного телосложения, лицо продолговатое, рыжий, волосы зачесывает на бок, нос длинный с горбинкой, глаза серые, пронзительные, взгляд резкий, в движении энергичные, губы тонкие, всегда сжатые. Портрет точный. И все же Шухевич много лет успешно скрывался. Ездил по стране с документами на другое имя, ходил к врачам лечиться, даже отдыхал в Одессе. Здесь была вешалка, а за ней соорудили тайник. Сейчас, конечно, здесь все переделано, а в то время в эту дверцу могли протиснуться Шухевич, его связная, двое охранников, и какое-то время здесь укрываться. Чекистам удалась сложная комбинация. 3 марта 1950 года они арестовали одну из связных Шухевича Дарью Гусяк по кличке Дарка. Два дня ее безуспешно допрашивали. Опытная внутрикамерная наседка сумела ее разговорить. Сказала, что ее отпускают, и если надо, она может передать на волю записку. Дарка, говорилось в донесении министру госбезопасности Абакумову, пытаясь найти способы дать знать Шухевичу о своем аресте, приняла предложение о посылке записки в село Белогорще. Таким образом, в 22.00 4 марта стало известно село, где укрываются Шухевич и Дилык. В 8 утра село Белогорще было оцеплено. Когда появились чекисты, дверь открыла Галина Дидык. Она увидела, что дом окружен, и поняла, что на сей раз ему идти не удастся. Галину Дидык схватили живой. Она пыталась проглотить ампулу с ядом, находившуюся у нее во рту, но ей не позволили умереть. Она должна была дать показания, чтобы помочь чекистам покончить супа. Здесь с тех пор ничего не изменилось, даже лестница та же. Шухевич появился на лестнице, увидел чекистов и начал стрелять. Одного убил, и они открыли ответ на огонь. Что происходило дальше, об этом различные источники говорят по-разному. Но факт остается фактом. Живым Шухевича не взяли. В вещах Шухевича, докладывали чекисты в Москву, обнаружены шифры и коды для связи с главарями Оуновского подполья, а также паспорт, военный билет и другие документы на другое имя. Труп Шухевича доставили во Львов, где во внутренней тюрьме Министерства госбезопасности сидел его сын. Он и опознал тело отца. На всякий случай труп показали еще двоим бывшим Оуновцам. Они подтвердили, это Шухевич. Розыск командующего украинской повстанческой армии закончился. В начале 50-х вооруженное подполье на Украине было подавлено. Организация украинских националистов существовала уже только в эмиграции. Ее символом оставался Степан Бандера. Вступая в ОУН давали клятву. Клянусь Украине, что я преданно и честно выполню все обязательства, которые возложит на меня Организация украинских националистов под командованием Степана Бандеры. Я буду всеми своими силами, ценой своей жизни бороться за независимую украинскую державу. Слава Украине! Слава героям! Эмигрантская деятельность Бандеры была бы невозможной без помощи западных спецслужб. Американская разведка пыталась использовать украинских боевиков одновременно для участия в холодной войне, которая уже шла, и в горячей, которая могла разразиться. Если так много украинцев сражалось в годы Второй мировой на стороне Гитлера, рассуждали разведчики, значит, они ненавидят советскую власть и могут быть союзниками в будущей войне. В 1948 году командование американской авиации стало изымать украинские города из списка первоочередных целей в будущей войне. Бомбить Украину не собирались, в надежде, что она выступит против Москвы. Англичане использовали организацию украинских националистов для сбора информации о Советском Союзе. Но люди Бандеры не собирались рисковать жизнью ради того, чтобы британцы составляли свои разведывательные бюллетени. Поэтому украинским боевикам помогали оружием. Такие действия не могли остаться без ответа. Попытки найти Бандеру долгое время не удавались, пока задания не поручили молодому оперативному работнику Богдану Николаевичу Сташинскому. Его семья симпатизировала националистам, но Богдан, который учился в педагогическом институте, порвал с родными. Он был завербован органами госбезопасности Львовской области. Сташинский с помощью сестры вошел в доверие к ее жениху, который руководил группой боевиков, ушел с ним в лес и помог уничтожить группу. Молодой человек проявил очевидные способности к нелегальной работе. Его отправили учиться в Киев, где в закрытом учебном заведении Министерства госбезопасности он изучал немецкие и польские языки. Ему разработали надежную легенду. Он выдавал себя за немца Юзефа Лемона, родившегося на территории Польши. Богдан Сташинский раз за разом проезжал в Мюнхен в поисках Степана Бандеры и никак не удавалось его найти, пока, наконец, Сташинский не обнаружил адрес некоего господина Стефана Попеля. А именно под этим псевдонимом в столице Баварии и жил Степан Бандера, руководитель организации украинских националистов. Вот этот дом. Степан Бандера, который привык к тому, что за ним всегда охотятся, и в Западной Германии держался крайне осторожно. Сташинский искал возможности забраться в дом, чтобы найти удобное место для убийства. У него был набор отмычек, но вскрыть подъезд он не сумел. И в гараж, где Бандера держал свой пель, он тоже не сумел проникнуть. Ему доставили новую связку ключей, один из них подошел к двери и газовый пистолет. Яд выстреливался тонкой струйкой. Он вызывал сужение сосудов головного мозга, смерть наступала в считанные мгновения. Сташинскому вручили противоядие. Для вашей безопасности, предупредил Сташинского офицер оперативно-технического управления КГБ, перед акцией надо проглотить одну из этих таблеток, а сразу после выстрела раздавить еще и ампулу и вдохнуть ее содержимое. Противоядие он принимал за завтраком и весь день следил за Бандерой, выбирая удобный момент. 15 октября 1959 года, около часа дня, Сташинский увидел машину Бандеры. Он быстро забежал в подъезд, выждал минуту и уже не спеша двинулся навстречу Бандере. Сташинский действовал совершенно хладнокровно. Степан Андреевич Бандера одной рукой держал бумажный пакет с только что купленными помидорами, а другой пытался вытащить ключ, застрявший в замочной скважине. Сташинский участливо спросил, что замок испортился. Бандера ответил, нет, все в порядке. При этом он посмотрел на незнакомца. Тогда Сташинский поднял газовый пистолет, прикрытый газетой, выстрелил Бандеры прямо в лицо и убежал. Сташинский получил орден из рук председателя КГБ Александра Николаевича Шелепина. Орденоносца отправили на курсы переподготовки и предупредили, что впереди долгая командировка на Запад. «Работа вас ждет нелегкая, но почетная», со значением сказал ему Шелепин. Но у Богдана Сташинского была любимая женщина, немка Инга Поль. Она уговорила его бежать на Запад. Они сделали это в августе 1961 года. Сташинский сдался с западногерманской полиции и все рассказал. Я потом Шелепину и ему говорил, ну зачем ты пошел? Он там с какой-то немкой роман у них. И он попросился с ней встретиться. Он ему отпустил. А он, оказывается, она работала против него. Они друг против друга работали, а там любовь завелась. И когда он, у него знак благодарности за то, что он совершил такой акт и все прочее, тем более, что ему орден вручили. Все, он его отпустил там на неделю, а он остался там и все выдал. Сташинского судили в Карлсруе. Приговорили к восьми годам тюремного заключения. Судья назвал советское правительство главным виновником убийства Степана Бандера. Его должны были ликвидировать в 50-м году надо было, в 49-м, в 50-м, в 51-м, еще в 53-м можно было, но не в 59-м. Он раздражился полностью. Это был политический труп сегодня с нашей помощью. Не без нашей помощи мы его реанимировали. Он герой нации. А он далеко не герой. Далеко не герой. Степана Бандера и его соратников рисуют антисталинистами борцами за свободу и независимость украинского народа. Но непредвзятый исторический анализ показывает, что они сознательно шли на сотрудничество с Третьим Рейхом. Они видели, как ведут себя немцы на оккупированных территориях, но их это нисколько не смущало. Они действовали такими же методами и придерживались той же расовой идеологии. Они приветствовали военные победы вермахта и уничтожение немцами мирного населения. Они служили в оккупационной администрации и тем самым помогали Гитлеру исполнить программу уничтожения Украины, порабощения и уничтожения как украинского, так и других славянских народов. Если Бандера и его некоторые соратники вышли у немцев из доверия и оказались в концлагере, а кого-то и расстреляли, то не потому, что были противниками нацистской теории и практики, а потому, что им предназначалась роль подручных, а они претендовали на большее. Коль связался с преступниками, не удивляйся, что сам стал их жертвой. Беда в том, что в советские времена все скрывалось, история искажалась и препарировалась. В результате нелюбовь к советской власти придала героические черты всем, кто с ней сражался. Вокруг Бандеры, Шухевича, УПА сложились легенды и мифы, которых они не заслуживают. Мифы живут долго, но не становятся от этого правдивее. А когда Советский Союз рушился, Степана Бандеру сделали знамением героям антироссийской борьбы. И он вытеснил в исторической памяти другие, куда более достойные фигуры украинской истории. В чем нуждаются и Россия, и Украина, то это в углубленном, основательном изучении нашей общей истории, которая не должна превращаться в инструмент текущей политики. И тогда, быть может, мы лучше поймем многосложную историю украинского национального движения, а здесь, на Украине, перестанут называть Степана Бандеру героем. Редактор субтитров А.Семкин